Привет, это Планеткрафтер, и мы продолжаем здесь озеленение и оглублезнение. Ну, в смысле, чтобы у нас небо стало голубым. Что, собственно, от нас и требует игра? Достичь голубого неба при 175 тысячах TI. Короче, я тут потихонечку начал в прошлой серии мост разбирать, ты это видел, если смотрел прошлую серию. И мы как бы упали вниз, сломали себе кости, ели... Ну, мы не выжили вообще, в принципе, чё я тебе рассказываю. Вот сейчас мы делаем то же самое, прыгаем вниз. Ай, сломали себе пару косточек. И забираем вот этот контейнер наш, который остался с прошлого раза. Тут куча железа. Я не мог просто его здесь оставить. А почему ты здесь? Эй, а почему ты остаёшься? Тебя разобрать можно? О, его можно разобрать, прикольно. Обычно, когда ты свои контейнеры подбираешь, они просто исчезают, и всё, их разобрать нельзя. Да блин, ещё и здесь кости сломал. Опасно, опасно. Надо, короче, разобрать этот мост, а то я окончательно на нём разобьюсь. Доломаю все свои кости, и будет здесь какая-то амёба. Озеленять планету, а не человек. Значит, что входит в наш план на сегодня? Ну, во-первых, нам нужно расширить наш жилой отсек. Блин, конечно, печально, что я сейчас... Я хотел поставить здесь вот жилой модуль. Но, как ты видишь, у нас здесь окно. Разобрать жилой отсек. Интересно, если я его разберу, вот это вот всё, что внутри у него исчезнет? Или нет? Вот вопрос. Давай верхний снимем и посмотрим, что произойдёт. Так, я разобрал. Кобальт. Ага. Всё, что было внутри, из чего был сделан жилой модуль, мне вернулось. Это хорошо. Но вот этот жилой модуль я не могу разобрать. Вообще никак не могу. Интересно, а если я по лесенке взберусь... Зачем ты её разобрал? Тупица. Верни лесенку обратно. Верни её. Как было. Я хотел по ней взобраться. Можно как-то? Вот. Мы на крыше. Отлично. Ладно, короче. Недолго думаю. Я просто беру вот так вот. Вот так вот. Пиньк. Интересно. Ага, оно исчезло. Стекло исчезло. Но материалы у меня не вернулись. Вот зараза. Ну хорошо, мы расширили свой жилой модуль. Некоторые говорят, поставь тут дверь. Типа, чё ты тут ходишь как в каком-то коридоре? Сейчас этим мы займёмся. Двери поставим. И будет у нас реально настоящая квартирка. Осталось только достать. Чё я там нужен? Кремний. Кремний нужен. Кремний. Вот это кремний? Да, это кремний. Вот всё у нас тут под рукой. У нас уже почти 30 КТА. Это говорит о том, что мы уже близки голубому небу. Близки. Нам ещё целую вечность до голубого неба. Значит, можно сделать вот так вот, да? А нужно ли мне оно? О, вот спальню давай отгородим. Спальню вот так вот сделаем. Но придётся здесь разобрать тогда экран. Экран Тереформации. Вот. А ещё смотри, чё я поставил здесь. Этапы Тереформирования. Новый экран влепил. Текущий этап у нас безжизненно. 17% до голубого неба. То есть этапы прям показывают. 17%. Теперь мы знаем, сколько нам нужно ещё процентов до озеленения планеты. Значит. Что я здесь ещё хотел? А, так второй этаж нужно обратно вернуть. Нажно, нужно. Сейчас, минуточку. Минуточку. А ты видел, кстати? Здесь можно вот такие двери поставить. О, круто. Давай мы эти двери здесь и поставим. А, они у меня там такие же стоят. Блин. Тогда. Тогда, тогда, тогда. Тогда. Окно здесь. Сто процентов. И окно в спальне. По-любому. Вот. Вот это уже другое дело. Не надо второй этаж шлёпать. Значит, второй этаж ровно стоит же? Вроде ровно. Есть второй этаж. И вот здесь вот. Есть. И также там окна нужны. А, железо кончилось. Чёрт, подери. Продолжаем тогда разбирать наш мостик. Очень быстро. Прям спидра. О, всё. Тогда пошли лесенки. Сколько у нас там железа? Ещё есть место. Давай. Сколько сил я потратил на этот мост? На эти лестницы? Ну, сейчас в приоритете другие постройки. Так, знаешь чё? Спальню-то мы отгородили здесь. А вот здесь не отгородили. Поэтому мы делаем вот так вот. На втором этаже ставим вот так вот. Чтобы солнышко у нас там попадало и светло было. А то от ламп мне не нравится освещение. Для чего всё это затевалось? Смотри, у нас появился вот такой вот нагреватель Т2. И нам нужно его куда-то влепить. Значит, нагреватель Т2 мы поставим. Поставим на первом этаже. Где-то вот здесь. Вот пускай он у нас стоит. Нет, окно не надо загораживать. Не надо вообще никак. Давай мы его в спальне поставим. Тут вот отличное место прям для него. Смотри. Вот так вот. Ух ты какой он здоровенный, а. Пузырики пошли, пошли, пошли. Всё, тепло генерируется. Очень здорово. Теперь в моём доме стал намного уютнее. Давай, кстати, залезем на второй этаж. Вот. Здесь тоже у нас всё прогревается. Вообще, помимо этого, что греется дом, у нас ещё и греется планета. Как это работает, я не знаю. Но в этой игре оно так. Нам нужно с тобой вернуть экран Т3-формации. Потому что мы его с тобой убрали. Может быть сбоку где-то воткнуть. Нет, не получится. Эх. Значит, мы его поставим вот здесь, с этой стороны. Вот так вот. О, попить нужно. О, получим новый чертёж кислородного баллона Т3. Пойдём посмотрим, что там нужно. Что там нужно для баллона Т3? Снимаем наш кислородный баллон Т2. И делаем из него Т3. Боже мой, у меня теперь 300 кислорода, наверное, будет. 280. Ну почему 300-то нельзя было сделать? Ровно число. А, наверное, потому что у тракториста всё понятно. Так, значит. Чё, темнеет, что ли? Метеориты? А, нет, показалось. Я думал, метеоритный дождь сейчас начнётся. Так, значит, мне нужно теперь... О, у нас антенна появилась. Точнее, маяк. Нужно за алюминием сгонять. Что ещё появилось, надо посмотреть. Всё остальное вроде бы у нас уже было. Ладно, займёмся тогда антенной. Но нужно найти алюминий. Окей. Сейчас сделаем бур. Нет, не этот бур. Блин, титана не хватает. Короче, ладно, погнали за алюминием. Блин, темно так стало, капец. Фонарик нам тут, конечно, не помощник. Но, тем не менее. Ещё и в тумане этом. В пыли. Алюминий. Алюмишечка. Вот и наш алюминий. О, ещё и это. Метель началась. Ну, капец. Это что? Метеориты. Ё-моё. Удачно я опять вышел куда-то. Главное, чтобы в меня что-нибудь не прилетело, а? Поаккуратнее, пожалуйста, летите. Низкий уровень кислорода. Блин, я сейчас, походу, до дома не добегу. Мне написали, что пришло нам сообщение. Пойдём, почитаем, что там. Надеюсь, что-нибудь... Ох, нифига себе, тут не одно. Тут целая куча. Сообщение от Райли. Кто такой Райли, не знаю. Наконец-то мне удалось найти систему, в которую они вас отправили. У меня мало времени, но я постараюсь дать вам несколько советов. Уровень успеха Планеткрафтер настолько низок, потому что это почти невыполнимая задача. Вы должны найти космическую еду в своей капсуле и, возможно, в космических обломках. Вы сможете выращивать еду самостоятельно, если будете соответствовать правильным требованиям. Так что попробуйте найти несколько семян овощей. Исследования и улучшения необходимы. Исследуйте и улучшайте своё снаряжение, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Надеюсь, это сообщение до вас дойдёт. Ну, спасибо, Райли. Райли, походу, это наш какой-то там братюня. Характеристики вашей планеты. Идентификация. Нет имени. Владение корпорацией не занято. Уровень пригодности 0. Сектор Изитайл Прайм. История неизвестна. Планета расположена в сектор Изитайл Прайм. До цивилизованном секторе. То есть здесь вообще нет в этом секторе цивилизации, кроме ни одного. Пересекаемые в основном торговыми кораблями для путешествий между большими космическими портами. Вот это да. То есть здесь всё-таки торговое судно проходит. Можно отсюда и свалить, в принципе. Сейчас я кислородик пополню. И мы продолжим чтение. То есть, если я увижу где-то космолёт, это значит торговое судно. Если я вообще здесь кого-нибудь что-нибудь увижу. Продолжаем. Сектор, насчитывающий 842 планеты и 1351 звёзд. Шириной 7000 парсеков. Нифига себе. Обалдеть. Он был идентифицирован как один из возможных кандидатов на будущую колонизацию. Короче, вот этот сектор. Вот то, что тут написано. Это практически как мини-вселенная. Вот. Мне удалось украсть больше информации. Это Райли нам пишет. Я читал, что у вас больше шансов на успех, если вы построите свою базу на высоте. Я пока не знаю почему. Если вам удастся достаточно нагреть планету, некоторые пещеры должны стать доступными, когда лёд тает. И последнее. Вы можете. Конец связи. Сообщение прервано. Ну, Райли такой, Райли. Мы и без него всё это знали и понимали. Но вот насчёт высоты, походу, рановато я разобрал свою лесенку. Ну, ладно. Я буду возводить дом просто выше и выше и взбираться по лесенке вот по этой. Хотя это будет долго. Ну, ладно. Это потом. Это потом. Надеюсь, что на высотках я не буду жить. Значит, что нам нужно ещё? Нужно антенну сделать. Алюминий же мы добыли. Антенна у нас будет там же, где и другая антенна. Радиосвязи. Вот здесь вот. Что-то, кстати, не нравится. Вот, давай вот тут с краешку шплёплим. Хоп. Всё, антенна у нас есть. И? Смотри, она мигает. И для чего нам антенна? Изменить цвет. Ну, давай будет красный. Почему бы нет? Вот красный. Уровень гидротации у нас малый. Надо попить. А, вот для чего антенна. Чтобы, когда я отошёл от дома, я видел, где располагается наш дом. Ммм, понятно. Что-нибудь ещё мы открыли? Антенна, фонари. Вот, я, кстати, фонари хотел ещё сделать. А то в тёмное время суток вообще ничего не видно. Тут бывает. А, сейчас нужно срочно сделать водички. Иначе помру от обезвоживания. А ещё нужна еда. Прям вот капец как. Опять у меня проблемы с едой. Берём, значит, ириди. Ирисочки наши красненькие. Так, опять метель, что ли, начинается. И нужно сделать ещё один обогреватель. Чё-то открыли. Получим новый чертёж шкаф для хранения. О, надо шкафчик здесь воткнуть. Да, это хорошо. Значит, обогреватель. Давай ещё один. Ё-моё, метеорит пошли. Значит, ещё один обогреватель на втором этаже шлёпнём. Вот здесь вот. Ничего себе трясёт-то, как знатно. Давай, вставай. Да ё-моё, прям рядом с домом, что ли? Вот, хорошо. Пойдём-ка посмотрим. Посмотрим. Давайте не в мой дом летите. А то по щам получите. Да, как я дам по щам этим метеоритам. Ну ладно, я зато их припугнул. Значит, что, 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 что? Пожрать, пожрать, пожрать. И шкаф. Нужен шкаф. Значит, вот это вот хламьё. Я забираю отсюда. Блин. Жалко, нельзя обратно разобрать эти бутылки с кислородом. Это сюда тогда. Значит, разбираем вот этот вот контейнер. И ставим сюда шкаф. Хотя, я не знаю, на шкаф у меня хватит там материала? Где шкаф? О, хватит. Прям вот он влазит. О, отлично. Прям идеальное место для шкафа здесь. Вот то, что нужно. Прям чётенько. Е-е-е, какой он здоровенный. И что-то, кстати, ещё открылось, по-моему. Что-то ещё открылось. Значит, что ещё у нас открылось? Экзоскелет Т2. Делаем экзоскелет Т2. Ух ты, какой он мушный. Одеваем его. А, минуточку. Надо что-то снять. Это снимаем, это одеваем. Ух, сколько у меня слотов теперь появилось. А теперь бежим скорее на вылазку. Нужно найти и пожрать. Короче, я снова добежал до этого огроменного корабля. Но внутрь я уже не пойду. Я буду сейчас шастать по обломкам. В надежде найти какой-нибудь контейнер, чтобы что-нибудь там захомячить. У меня кислород кончается. Сейчас, минуточку. Кислород. Вот так вот. В надежде найти здесь контейнер с едой. Он же тут наверняка должен где-то валяться. Короче, здесь ничего не оказалось. Но оказалось его здесь. Смотри. Лежит вдалеке контейнер от обломков. Надеюсь, что там что-нибудь есть. Чем-нибудь поживиться. Опа. Лирма. Еда. Космическая еда. Ох, как мне повезло-то. Как мне повезло. Давай, хамяч. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Куча рассады. Семя лирмы и семя пестера. Коэффициент кислорода 200%. Нифига себе. Надо посадить эту штуку. Так, нашел еще один контейнер. Тоже далеко от обломков. Вон там обломки. А контейнер здесь. О, нифига себе, пещера какая. Смотри. Семена кабачка. Ничего. Еще одна пестера. И еда. Ничего себе. Ничего себе. Надо попить. У меня уже весь рюкзак забит. Это как-то не очень круто. Что там за пещера? Пойдем посмотрим. Главное, что мы нашли еду. Это прям очень... О, еще один корабль. Ты посмотри. Какой он здоровенный там. Сколько? Ну да, точно. Это, короче, знаешь что? Это торговые судна здесь падают. Мы же читали с тобой, что они тут рядышком проходят. Кислород кончается. Надо заправиться. Вот так вот. Последний баллон остался. Ничего себе, как там ярко-то, а. Я надеюсь, здесь живности никакой нет. Марсианской. Которой меня хочет сожрать. Вот это пещера. А, так тут, наверное, иридий. Вон я вижу, что-то какое-то красное сверкает. Наверное, есть иридий. Или это не иридий, а маячок какой-то. Что это? Ага. Да, это иридий. Вот это пещера. Вот это да. Наверное, иридий стоит забрать. Хоть у меня всего два слота есть. Он нам очень нужен для аппарата тепловыделения. Интересно, тут сквозной выход. Сквозной выход закрыт глыбами льда. Понятно. Я эту пещеру запомнил. Мы сюда еще обязательно вернемся. Я бы еще, конечно, вон туда сходил. К тому торговому судну. К тому кораблю. Но с кислородом у нас с тобой сложности. Последний баллон остался. И он нам пригодится, чтобы вернуться домой. Так что чашем домой. Блин, это нереальное чувство, когда ты бежишь, бежишь. Куча пыли. Кругом камни, песок. И так поворачиваюсь. И тут жизнь. Маленький островок цивилизации. И сразу так тепло на душе становится. Ну вот, собственно, и вылазки конец. Значит, нужно что-то сбагрить. Иридиум. А нет, иридиум мы сейчас, короче, построим еще один генератор тепла. Ну вот и замечательно бы было, если бы не кончилось электричество. А ты, кстати, посмотри на небо-то. На небо-то посмотри. Оно уже такого фиолетового оттенка. Скоро и голубым уже станет. И это очень хорошо. Значит, нам сейчас с тобой нужно, знаешь что, поставить вот такие флоростенды. Потому что у нас есть семена пестера. О-о-оу. Метеоритный дождик. Как раз вовремя у меня тут опять ресурсики заканчиваются. А я бегу в свой жилой модуль. Выращивать кислород. Значит, кислород у нас будет еще выращиваться на втором этаже. Вот здесь вот, где тепло у нас. Поставим вот здесь стенды. Один. И второй. Получен новый чертеж бура Т-3. О-о-о-о. Мощный бур, наконец-то. С ним-то мы гораздо быстрее достигнем нужной терраформации. Значит, вставляем сюда вот это семя. Давай расти, расти мой цветочек. И сюда. Кстати, прикинь, оказывается, шкаф можно переименовать. Например. Давай по-русски напишешь. Ага. Шкаф. 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 Нет. Шкаф это слишком просто. Сейф. С драгоценностями. Пусть это будет сейф. А я поставлю сейчас еще один флоростен. Только первого уровня. А, кстати, у них разная производительность. Правильно же? Ну да. Блин. Че-че-че-че-че-че. Еда, 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 еда. Кушай. Ух. Чуть не сдох. Короче, вот эти флоростенды нужно разобрать. Они не очень эффективны. Цветочечки отсюда надо собрать. Разбираем. И нужно нам кремния. Ох ты, нифига себе. Прямо рядом с домом. Смотри, нападал метеоритов сколько. Ничего себе. А кремния есть здесь? О, кремния, пожалуйста. Ха. Забавно, когда рядом с домом падает. И алюминий. Ничего себе. Продолжаем строительство флоростендов. Готово. Готово. За домом навалилось. Забираем. Производство продуктов. Питание. Где мы будем делать? Ну, наверное, в жилой. А, ну здесь места нет. Здесь нет места. Значит, кухня у нас будет тогда вот здесь вот. С окошечком. Поставим здесь вот. Сейчас развернем. Правда, я не знаю, как грамотно поставить это все дело. Наверное, вот так вот. Опа. Блин, электричество опять кончилось. Ну, что ты будешь делать-то? Да будет совет. Все заработало. Все закрутилось. Все поехало. Пойдем смотреть, что мы можем приготовить из питательных смесей. Значит, что возьмем? Грибы. Да, нет, грибы не хочу. Баклажан. Кабачок, может быть. Давай кабачок попробуем. Его же вначале посадить здесь нужно. Тут вон грунт есть. Значит, кабачок, пожалуйста. Какой ты маленький, прекрасный кабачочек. Значит, нужно еще. Нужно еще построить. Вот так вот. Сюда давай тогда. Грибы. Берем грибы. Сделаем потом себе овощной салат. Вот, грибочек растет. Шикарно. И еще один вот сюда воткнем. И будем там выращивать баклажаны. Блин, опять свет вырубило. Ладно, семена сейчас посадим. И пойду еще делать. Ну вот, свет мы снова восстановили. Мне нужно пополнить кислород. Как у нас дела с рассадой? Растут потихонечку, растут. Давай посмотрим индекс терраформации. Какой у нас? 59 процентов. Ты представляешь, почти больше половины. А НК, 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 НК у нас. НК всего 32. Угу. То есть нам еще нужно 68 НК набрать. А для этого нужно вот такие вот генераторы тепла строить. Оу, ты посмотри на овощи, на овощи. Посмотри, когда вас можно уже съесть-то будет, а? А то у меня питательные мешочки закончились. И я снова голодаю. Написано, что стадия роста 61 процент. Здесь 60, здесь 57. То есть нужно потерпеть еще чуть-чуть, дружочек. И будет тебе еда. Вот эту штуку хочу разобрать. Их у меня две стоит. И поставить одну здоровенную. Вот так вот. Ну, можно еще одну воткнуть. Благо у меня иридия хватает. Так что, куда же тебя поставить-то? Может быть даже вот тут вот с растениями давай поставим. Тогда экран нужно будет поднять, а то не все видно. Экранчик мы тебя разбираем. И, наверное, повесим. А вот тут вот давай его повесим. Рядом вот с этим вот краном. Вот и чудно. Здесь ему самое место. Ну что, на этой замечательной ноте и прекрасном небе, я думаю, что пора закругляться. А индекс реформации у нас теперь очень быстро поднимается. Скоро эта планета зацветет. И если ты хочешь это увидеть, то не забывай ставить лайки под видео и подписываться, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok